Вот так ярко в Сочи открыли очередной сезон футбольного лагеря итальянского клуба «Ювентус» в России. На базе отеля «Весна» собрались юные футболисты со всей страны. Это около 30 ребят, которые только начинают свой путь в этом виде спорта. Этот проект уже существует 4 года, и уже очень много родителей и детей, которые наш проект любят, регулярно к нам приезжают. С каждым годом, конечно, мы будем наращивать еще количество городов, в которых мы будем дальше работать. А Сочи, площадка отеля «Весна», для нас как родной дом, мы сюда уже приезжаем регулярно и каждый год здесь будем находиться. Первая смена лагеря футбольного клуба «Ювентус» рассчитана на неделю, до 9 мая. Все это время российских ребят будут обучать лучшие тренеры Академии «Ювентуса». Как говорят итальянские наставники, по лучшим в мире методикам, проверенным десятилетиями. Это и техника тактическая, физическое развитие и психологическая подготовка. По-нашему, это лучшая методика в мире. Мы уделяем больше внимания каждой детали. Самое важное, что мы пытаемся растить не просто спортсменов, а грамотных игроков. Мы из разных культур, и мы постоянно учимся друг у друга. И все это ради футбола. А вообще, в обучении с российскими спортсменами нет никаких проблем. Главная их черта – это дисциплинированность. Наша методика не сложная, она очень простая. Мы учим их шаг за шагом. Проблем действительно никаких, в том числе языкового барьера. Итальянским специалистам во время занятий ассистируют русскоязычные тренеры. Кстати, и сами итальянцы часто переходят на русский. Ведь с нашими ребятами они работают не первый год. В Сочи в этом году пройдут две смены лагеря «Ювентус Кэмп Раша». Вторая – с 12 июня. Ну а со 2 по 5 июня на стадионе отеля «Весна» будут проходить вечерние футбольные мастер-классы. Уже 19 июня лагерь отправится в Майкоп. Туда он доберется впервые. Всем участникам лагеря по окончании программы обучения будут выданы сертификаты о прохождении курса и сувениры от одного из самых титулованных клубов Италии. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует.